Всем привет! Меня зовут Алена, а я Ира. И сегодня мы вам расскажем, как подготовиться к Новому году. Есть очень много тонких моментов, которые на первый взгляд кажутся элементарными, но мы в них почему-то очень часто теряемся. Например, выбор подарка. Казалось бы, магазины ими переполнены, трудно найти что-то оригинальное. Но ведь всегда можно сделать подарок своими руками. Такой подарок в любом случае понравится получателю, ведь он сделан своими руками, на него потрачено время и усилия. Новый год уже не за горами, а значит, пора задумываться о подарках. Если вы еще не определились, что подарить вашим близким, то добро пожаловать на наш мастер-класс. Нет ничего приятнее, чем получить подарок, сделанный своими руками. А главное, с большой любовью. К тому же, хендмейд сейчас в моде. Порадуйте родных, любимых и друзей. Подарите им декоративную елочку, которая сможет украсить любой праздничный стол. А в гостях у нас сегодня Наталья Малышенко, которая поможет нам сегодня сделать замечательную елочку. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Анастасия. Наталья, скажите, пожалуйста, что нам понадобится для елочки? Для изготовления нашей елочки нам потребуется вот такая пенопластовая основа, или ее можно заменить на более дешевую, например, из картона. Разнообразные цветочки бумажные, пенопластовые блестящие шарики, органца. А вот это, Наташа, что скажи, пожалуйста. Это помпоны на ленточке, да, которые мы тоже будем использовать для декора нашей елочки. Можно ли поближе? Да, конечно. А ты их покупала, да? Да. Ну, я хочу сказать зрителям, что, я думаю, можно их сделать самим, потому что тут я вижу шарики небольшие. Я думаю, это легко будет сделать и в домашних условиях. И ленточка, которую можно будет купить в любом тканевом магазине. Да. А еще нам потребуются, например, вот такие блестящие яблочки, да, различные пуговички, бусинки и колокольчики. Саму основу нашей елочки будут составлять вот такие замечательные детальки, которые мы изготовили сами. И расскажем вам обязательно, как изготовить тоже. Будем использовать различную бумагу, ножницы, клей, степлер, карандаш и линейку, синтепон для того, чтобы набивать наши детальки. Наташа, расскажи, а ленточки для чего? Из ленточек мы будем делать замечательные маленькие бантики, которые тоже украсят нашу елочку. Еще мы будем с Анастасией использовать фигурный дарокольчик. Красивый очень, кстати, замечу. Необычный. Ну и, как и любая праздничная новогодняя елочка, должна быть украшена звездой, которую мы тоже сделаем, но чуть-чуть попозже. Наташа, а вот я еще вижу свечку. Для чего нам свечка? Цвечка, на самом деле, нам пригодится для того, чтобы опалить краешки ленточек, чтобы они не осыпались. И еще мы будем использовать замечательные вот такие полубусины и блестящий контур. Кстати, вот такие бусинки, я думаю, можно купить и в аквариумном магазине, потому что у меня в аквариуме точно такие же бусинки есть. Кстати, да. Настя, давай мы тогда с тобой начнем делать основные наши заготовочки и покажем нашим зрителям, как мы их выполняли. А мы, наверное, продолжим оформлять нашу елочку. Мы уже это начали делать. Как видите, мы здесь уже поместили и наши детальки, которые мы заготовили, цветочки различные, шарики, яблочки и вот те самые помпончики на ленте, которые нам здесь тоже пригодились. Я вижу, кстати, Наташа очень красивые цветочки. Очень красиво выглядит, необычная елочка получается у нас. Да, елочка действительно необычная. Она не зеленая, на ней совершенно нет хвоей и шишек, и я думаю, что она украсит любой праздничный стол. Давайте продолжим. Давайте, с чего тогда начнем? Расскажи мне, пожалуйста, как нужно будет клеить ее? Я использую обычный прозрачный клей-момент, но если вам удобнее, вы можете работать и с клеевым пистолетом. Мы берем одну из деталек. То есть любую, да? Абсолютно любую, да, какая нам нравится. Я возьму беленькую. Главное приклеивать хорошо, чтобы у нас в процессе ничего не отвалилось, не потерялось. Выбираем местечко и приклеиваем. То есть мы клеим, Наташа, в хаотичном порядке? Да, абсолютно в хаотичном порядке. А мы почти закончили нашу елочку. Осталось совсем немножко, мы уже доклеиваем последние детальки. Да, скоро наша елочка будет готова. Да. А сейчас мы сделаем красивую звезду. Доклеим на нашу елочку вот такие замечательные колокольчики, пуговки и разнообразные бусинки. И с помощью фигурного дырокольчика сделаем еловые веточки, которые тоже нашу елочку украсят. Анастасия, поможете мне? Конечно. До Нового года осталось 5 минут, и, пожалуй, самое время украсить нашу елочку звездочкой. Она у нас уже готова. Так. А наша елочка готова. И мы с Анастасией желаем вам творческих успехов и вдохновения. С наступающим Вас Новым годом! Наталья Малышенко, Анастасия Васильева и Алексей Мольцев. Специально для Евразион ТВ. А следующим по очереди в нашей новогодней шкатулке праздничный стол. 2016 год будет годом обезьяны, поэтому в вашем меню обязательно должны присутствовать бананы. Но мало кто знает, что их можно кушать не только в привычном для нас виде. Но, к сожалению, горячее блюдо из них не приготовишь. Ира просто не пробовала курицу с бананами или бананы под пармезаном. Но я думаю, мы не пойдем на такие эксперименты, поэтому мы приготовили для вас то, что вам обязательно понравится. Здравствуйте, дорогие друзья! В канун Нового года, думаю, каждая хозяйка задумывается, чем же ей порадовать своих гостей и чем украсить новогодний стол. Именно на этот вопрос мы будем искать сегодня ответ вместе с нашей гостью Мариной Пермяковой, владелицей домашней кондитерской студии Sweets of Friends. Привет, Марина! Здравствуй, Динай! Расскажу, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить. Сегодня мы будем готовить традиционный английский десерт, который называется Trifle. В переводе с английского означает «густяк» или «мелочь». Поэтому даже всем начинающим хозяйкам, и тебе тоже, это будет по силу. Значит, отлично! Тогда можем начинать? Да, бисквит мы приготовили заранее. В тесте нет масла, поэтому коржи довольно упругие и для пропитки идеально подойдут. Для теста я использовала 100 грамм муки, 150 грамм сахара, 4 желтка, 4 белка и 3 столовые ложки какао. Все это смешивается, выпекается 40 минут и получается идеальный корж. Расскажи, пожалуйста, что мне делать? Давай начнем. Все ингидиенты, в принципе, у нас уже готовы. Осталось сделать сливочный крем. Для этого... Это я доверяю тебе, я думаю, ты справишься. Начнем с приготовления крема сливочного. Для этого возьмем сливки. А я пока начну укладывать первый слой нашего десерта. Особенность трайфла в том, что десерт многослойный. В этом, собственно, и особенности красота. Поэтому очень важно укладывать слои так, чтобы сбоку они были четко видны. Бисквит нужно нарезать кубиками и уложить им в дно баночки, либо бокалы, если вы готовите домашний вариант десерта. Так, теперь пропитаем бисквит лепером. Одной столовой ложки будет достаточно. Я продолжу укладывать слои. Следующий слой у нас будет банан. Марина меня отрезает. Ха-ха-ха-ха. Марина, расскажи, пожалуйста, про свою кондитерскую. С чего ты начинала? Начала свое существование она еще в городе Нижневартовск, когда я жила там. Друзьям понравилась моя выпечка. Еще я красиво оформляла это в коробочке. И они попросили делать это за деньги. Ну, я, в общем, не отказывалась. Потом я переехала в Тюмень, поступила в университет и решила продолжить... После того, как у меня появилась своя плита, своя квартира, я уехала из общежития, я решила продолжить это делать, создала другую группу ВКонтакте. И вот сейчас потихонечку стараюсь это продвигать. Ну, мы надеемся, что в следующем году мы с тобой будем готовить уже у тебя в ресторане. Ну, я тоже на это еще надеюсь. Скажи, пожалуйста, сойдет? Да, крем готов. Все, теперь следующий слой за тобой. Выкладывай крем на бананы. Следующий слой у нас будет наш шоколадный крем Ганаш. Это мой любимый крем. Самый беспроигрышный вариант для покрытия тортов, для капкейков и для таких десертов, как у нас сегодня, Трайфл. Расскажи, пожалуйста, с чего ты его делала? Конечно. Готовится он очень просто. Берется темный шоколад, заранее нарубается на ломтики. Отдельно в кастрюльке нужно вскипятить сливки и 2 столовые ложки сахарной пудры. Скипятить, но не доводить до кипения. Такое легкое бурление должно быть на поверхности. Затем сливками горячими нужно залить шоколад и подождать немножко, буквально минуту, чтобы шоколад сам подставил. Затем вилочкой все это перемешать и добавить 30 грамм масла. Все это еще раз перемешать в однородную массу и ненадолго убрать в морозилку. И после будет прекрасный, густой шоколадный крем, который можно есть, в принципе, и просто так, без какого-либо десерта просто ложкой. Скажи, пожалуйста, Марина, вообще есть у тебя новогоднее настроение? Уже чувствуешь подход нового года или... Елку я еще не наряжала. Честно говоря, у меня ее еще и нет. Думаю, новогоднее настроение появится у меня после дня рождения, как это обычно бывает у меня в преддверии. Ну и, наверное, когда сессия закроется. Ну, конечно, может быть, после сегодняшней нашей встречи новогоднее настроение начнет появляться, я начну думать уже о подарках для родных, для близких. И сейчас у нас все слои уже готовы, а место в баночке еще осталось, поэтому мы продублируем опять слой бисквита. Помоги мне его сделать. Также пропитаем его. Сверху выложим банан. И, я думаю, кремом зальем, потому что он может не оставить. Бисквит мы выложили, теперь пропитаем его ликером. Как я уже говорила в начале, можно сделать домашний вариант десерта в бокале, также уложив аккуратно слоями все ингредиенты. Но мы сделаем подарочный вариант, поэтому сейчас мы покажем, как можно закончить подарок, оформив его вот с такими яркими праздничными цветами. Поможешь мне? Да, мне не нравится. Берем красную ткань и зеленую атласную ленту. Ну, собственно, такие стандартные рождественцы по новогодней цветам. Так, и аккуратно разместив ткань на крышке банки, обвязываем ее атласной ленточкой. И завязываем бантик. А я напомню, что сегодня в нашей студии была в гостях Марина Перенюкова, и вместе с ней мы приготовили отличный новогодний десерт. А вам, дорогие зрители, мы желаем отличного, а главное, вкусного Нового года. До свидания. Пока-пока. Ира, а ты почему до сих пор без макияжа? А разве нужно? Мне кажется, я и так красивая. Да и я не умею. Конечно, нужно. Без макияжа ты как будто без лица. Тем более в интернете есть миллион видео, где тебе и покажут, и расскажут, как делать макияж. Здравствуйте, меня зовут Вика, и сегодня я вам покажу идею вечернего макияжа для новогодней вечеринки. Сегодня моей моделью будет Елена. У Лены светлая кожа, темно-русые волосы, и как ее отличительная особенность, это разные глаза, да, голубоватые и зеленоватого оттенка, да, это очень хорошо, можно сказать, потому что тенденции в цвете новогодней как раз-таки это голубой, синий, бирюзовый, зеленый и все в этом вроде. Первым делом мы должны увлажнить кожу, затем наносим тонким слоем, это очень важно, основу под макияж. Так как у нас девушка молодая, Лена, ей следует выбирать, конечно же, легкие текстуры, и я бы посоветовала всегда смешивать тона. Также я использую корректоры зеленого цвета для несовершенств, которые имеют красный цвет. Далее мы приступим к векам. Для этого мы используем консилер. Консилер должен быть как минимум 2 тона светлее основного тонального крема. И многие девушки используют консилер перед тональным кремом, это тоже неправильно. Следует его наносить после. Далее мы приступаем к коррекции. У Лены у нас лицо очень даже скульптурированное уже, можно так сказать. То есть у нее нет ни щечек, явной асимметрии лица я тоже не вижу. Просто подчеркнем ее достоинства. Те участки, которые находятся в тени, если, допустим, мы можно дома попробовать просто свет включить или фонариком, да, на телефоне, я думаю, у всех есть над головой, и увидеть, куда падает тень. Вот те участки, которые будут в тени, мы затемняем. И очень важно участки, которые в тени, опять-таки, выделить светом вокруг. Чтобы сгладить различия цвета, да, допустим, шеи, шея у нас всегда белее. Также можем затенить. Этап коррекции у нас закончен, приступаем к уровям. Брови у Лены хорошие, правильной формы, просто подчеркнем. Большая концентрация цвета должна быть на изгибе брови, то есть в самой верхней точке. Многие девушки, делая татуаж, или самостоятельно, пользуясь карандашом, допустим, нарушают это правило. И концентрация цвета падает на самый перед брови. Такое сразу грозное выражение лица получается. К самому началу мы должны приходить в самом конце, потихоньку растушевывая эту часть. Сейчас я рисую петлю. Открою глаза. Очень важно проверять это все дело. Закрываем, чтобы не выйти за рамки. Такой мадьяж называют часто европейским. Некоторые любят название банан. Некоторые петля. Чтобы сейчас нам забить цвет под века, то есть в складку между неподвижным и подвижным, используемся кистью. И растушевываем далее карандаш. Чтобы тени не осыпались и далее не размазывались, можем нанести пудру плотным слоем под веки. Сейчас наносим темный цвет. Темно-коричневый. Далее дополним модным зеленым. Это как раз подойдет нашей Лене с ее голубо-бродзо с зелеными глазками. Можно даже сразу же заметить, что взгляд стал более открытым, глаза больше, взгляд выразительнее. Теперь мне нужен светлый тон. Можете выбрать персикового цвета. Я выбираю еле-еле такого, даже зеленоватого. Также этот цвет наносим под прой. И стряхиваем вспомогательную пудру нашу. Далее приступаем к растушевке. Темного тона. И осуществим переход. Сейчас мы приступим к губам. Акцент я буду делать на таких сочных ягодных губах. Вот, в принципе, у нас все готово. Вы можете дополнить макияж накладными ресницами. Можно выбирать даже самые яркие, самые пугающие вас. Можно также использовать тушь нанесением в два слоя, тоже интенсивно прокрашивая. Ну все, макияж готов. Осталось выбрать платье. Я слышала, что год обезьяны обязательно встречать в красных оттенках. А некоторые даже подбирают себе платье под знак зодиака. Интересно, так в чем же мне встречать Новый год, если я по гороскопу рак? А я скорпион. Новый год на пороге. Самое время узнать, в чем его праздновать представителям разных знаков зодиака. Твердыми, сильными и бескомпромиссными сулят звезды быть овном. Пусть платье поможет вам в этом. Не стесняйтесь выглядеть строго. Обыграть строгий силуэт можно тканью или цветом. Тельцов огненная обезьяна просит быть яркими и не теряться в толпе. Красное платье – ваша история на этот Новый год. Всего лишь одно платье поможет вам привлечь финансы и фортуну. Близнецы и год обезьяны – прекрасное сочетание. Год сулит вам успехи во всех начинаниях и огромное количество энергии. Ваш выбор – королевское платье Макси. Стоит оставаться спокойными и даже таинственными раком. Чтобы энергетика года не заставила вас суетиться, на праздники стоит использовать платье темных оттенков, но интересных фасонов, например, трапеции. Атмосферу таинственности поможет создать шляпка с вуалью или маска. Обезьянка не сулит львам больших побед в этом году, но пророчит семейное счастье. Платье темных оттенков, украшенное пайетками, отлично уравновесит на празднике вашу яркую внешность. Нежными, легкими и воздушными стоит быть девом. Белый и голубой – главные цвета для вас в этот Новый год. Он может оказаться судьбоносным, так что вам стоит быть во все оружие. Нелегкий год ожидает людей, родившихся под знаком весов. Примите вызов с достоинством. Самое время для того, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Используйте декольтированные платья, экспериментируйте с длиной, отличный вариант баска. Скорпионов в этом году ждет много всего интересного и позитивного. Выбирайте платье теплых оттенков, и тогда хозяйка года будет к вам благосклон. Преграды и препятствия – это то, с чем придется столкнуться стрельцам. Задача на год – преодолеть их. Вам советуем не бояться экспериментировать с фасонами, аксессуарами и обувью. Козерогам предстоящий год сулит множество дел. Ваше платье не должно быть ярким, но его элементы обязательно подчеркнут элегантность и ваш изысканный вкус. Рыбы в этом году будут во власти фортуны, поэтому многое будет получаться легко. Новый год стоит отметить в платье, которое будет подчеркивать эту легкость. Водолей в этом году должен постараться максимально выразить весь свой потенциал. Пусть платье поможет вам в этом. Сделайте акцент все же на светлых тонах. Не стоит уходить в глубину. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Именно так гласит поговорка. Встречайте его с хорошим настроением. А чтобы запомнить новогоднюю ночь на долгие годы, нужно обязательно сфотографироваться. Алена, у тебя уже есть праздничные фото? Ну, конечно, я сфоткалась с гирлянди на айфон. Ну и что ты покажешь своим детям через 30 лет? Это уже не актуально. Сейчас есть много фотостудий, в которых можно сделать не только качественные фото, но и весело провести время со своими близкими. Моменты счастья хочется схватить и не отпускать. Такое чувство особенно часто посещает нас в предновогоднюю пору. Хорошее настроение и волшебную атмосферу легко оставить в памяти с помощью фотографий. Общее фото на мобильный телефон это традиция многих семей в нашей стране. А среди настоящих ценителей искусства в моду вошли семейные съемки в студии с профессиональным фотографом. Люди поняли, что, во-первых, и получить хорошее качество невозможно посредством мобильной фотографии. В то же время у людей появилась необходимость иметь хотя бы один целостный портрет. Сначала делали съемки просто на однородных фонах, а потом постепенно в моду вошли новогодние декорации. Созданием интерьера студий занимаются профессионалы своего дела декораторы и дизайнеры. Владельцы студий охотно идут с ними на сотрудничество. Ведь на разработку концепции студии и сборку декораций уходит всего лишь полторы недели. В Тюмени такие услуги предоставляют шесть компаний, готовых не только чтить проверенные временем интерьеры, но и идти в ногу со временем. Состав съемки определяет обстановка. В некоторых студиях установлены такие классические декорации, конечно, постоянными участниками там являются семьи. В нашей студии нынче установлен новый год в стиле лофт, поэтому у нас примерно 50 на 50. И семьи, и в принципе молодые пары влюбленные. На данный момент в Тюмени порядка 14 фотостудий с новогодними декорациями. По прогнозам фотографов с каждым годом их число будет стремительно расти. Ведь съемка в студии это уникальная возможность весело провести время с близкими людьми, а также сделать хорошие фотографии. Желающим испытать на себе стоит поторопиться. В период новогодних праздников буквально все студии города расписаны очень-очень сильно. Особенно субботние и воскресные дни. Елена Лющина, Николай Салдаев специально для Евразион ТВ. Конечно, фотостудия это очень круто и здорово, но записываться туда нужно за месяц, да и стоит это дороговато. Ну, позабочусь об этом в 2016 году. А я в 2016 году обязательно пройду курсы макияжа. А я научусь готовить. А я заранее приготовлю подарки. А я... У нас впереди еще целый год. С Новым годом!